на спорте эфир продолжает программа на спорте приветствую всех слушателей меня зовут антон погудин а в гостях у нашей программы сегодня главный тренер юниорской хоккейной команды олимпия юрий култынов юрий игоревич здравствуйте здравствуйте я предлагаю наш разговор начать с подведения итогов прошлого сезона если помните мы с вами встречались в осенью 2020 года в этой же студии перед стартом сезона юниорской хоккейной лиги тогда мы с вами говорили о целях и задачах на сезон все ли удалось выполнить из того что было запланировано да да мы выполнили наши поставленные задачи основной задачей был это выход в плей офф попадание в тройку в группе непосредственно в которой мы играли ну и прохождение первого раунда конечно по ходу скажем так плей офф по ходу сезона есть выражение что аппетит приходит во время еды и мы хотели проходить дальше мы хотели играть мы чувствовали себе силы мы чувствовали все возможности поэтому хороший сезон ребята большие молодцы мы третье в регулярном чемпионате юхэл региона по волжье из 22 команд мы прошли первый раунд плей офф да к сожалению мы споткнулись скажем так об акбарс казань но мы в упорной борьбе то есть это в пятом матче в решающем матче проиграли я хотел бы сказать что наверное в равной борьбе ну и мы споткнулись об команду которая сейчас финале игры как раз сняли с языка вопрос той серии плей офф то есть хотел сказать что как раз олимпия заняла по итогам регулярки третьими место достаточно высокое и в первом раунде ну достаточно уверенно прошла нефтекамский торос а уже во втором раунде как правильно сказали споткнулась именно об акбарса тем более что акбарс занял по итогам регулярки шестое место то есть он был ниже олимпий как какие ощущения оставила та серия плей офф безусловно формат проведения плей офф скажем так не сыграл нам на пользу что в целях экономии серии до трех побед команда занявшая более высокое место начинают игры на выезде то есть в профессиональных лигах это совершенно наоборот то есть ты два матча играешь дома затем играешь на выезде если это требуется пятый матч играешь снова дома здесь целях экономии мы поехали сначала в казань провели там два матча и за соответственно затем уже играли дома начав если бы мы начали серию дома я вполне убежден и уверен что ситуация могла развиваться по-другому то есть в казани играть было тяжело первый матч ребята не справились с темпом опять же мы возвращаемся к ресурсу опять мы возвращаемся к той теме что у таких клубов как как барс есть возможность спускать игроков с мхл что ребята с мхл с мхл а все-таки поиграли на более высоком уровне на более высоких скоростях первый матч мы проиграли я думаю по делу 1-4 в казани ну а второй матч равный хоккей равны плотные достаточно вязки от обороны играли 0-0 к сожалению одно удаление решило исход матча и проигрывая в серии 0-2 конечно очень тяжело очень тяжело мы понимали что каждый последующий матч может быть последний в этом сезоне я когда смотрел заявку акбарса на плей-офф я там насчитал больше сорока по моему фамилии то есть хоккеистов в составе акбарса очень много и соответственно варьировать состав могут они спокойно у олимпия так понимаю таких возможностей но просто нет столько игроков в заявке просто нет да опять же мы возвращаемся это и ребята из мхл которые провели полсезона это ребята младшего возраста 2004 года то есть заявка указание было очень большая у нас же к сожалению серьезная травма одного из защитников одного из лидеров защиты якова ященкова к сожалению не позволила ему провести эту серию эти эти матчи плюс дисквалификация в казани его роли комсова это были большие потери именно в линии обороны и играя в шесть защитников дома нам наверное просто не хватило сил тем не менее чему на вас научил от прошедший сезон какие выводы вы для себя вынесли из него новинку была очень длительная и сложная и плотная серия игр в январе когда 10 матчей за 16 дней это было в новинку для ребят в новинку новинку для нас с алексей сергеевичем димаковым как для тренеров я считаю что мы достойно вышли из ситуации в плане и плана подготовки и подготовки ребят и восстановления ребят безусловно игры в плей-офф игры в плей-офф это совсем другие эмоции другой накал тоже в каждом матче мы получаем опыт что-то пробуем новое что-то понимаем где-то что-то не сработало поэтому сезон интересный сезон плодотворный сезон удачный сезон многое нам дал в качестве опыта и ребятам и нам как тренером седых волос не прибавил прошедший сезон в хоккейном плане все было очень интересно приятно безусловно нервно но больше наверное волновало и нервировало около хоккейной темы это и закрытие молодежной команды в августе месяце и пандемия и невозможность играть в домашних стенах на домашней площадке когда уже близ близлежащие регионы все были открыты то есть вот эти и скажем так около хоккейные эти вопросы и проблемы скорее всего вот они больше нервировали раздражали да получилось достаточно досадно потому что когда олимпия играла в регулярке играла в плей-офф к сожалению зрители на закрытые стадионы не пускали как только олимпия вылетела из плей-офф закончила свое выступление в юхл спустя какое-то время стадионы открыли и сейчас даже на матче чемпионата кирова чипецкая если не ошибаюсь зрители пускают на хоккей то есть я думаю что зрители бы очень сильно помогли присутствуя на трибунах во время всего сезона да конечно это всегда шестой полевой игрок плюс я сам когда еще играл в мхл здесь кирово-чипецке я помню как зрители гнали нас вперед и сколько зрителей всегда приходил на трибуны нас поддерживала поэтому конечно ребятам в это помогло и достаточно досадно и мы очень хотели и предпринимали шаги для того чтобы была возможность зрителям появиться на трибунах но к сожалению по понятным всем причинам пандемия мы тоже все понимаем но да достаточно обидно особенно было обидно когда приезжаешь другие города и там трибуны открыты какие выводы будут сделаны по итогам прошедшего сезона в клубе и в тренерском штабе ну наша сейчас основная задача основной вопрос это что мы делаем дальше куда мы двигаемся дальше а куда двигается дальше олимпия на сегодняшний момент правда продолжаем подготовку от руководства нам поступила задача готовить ребят переход на более высокий уровень мы очень надеемся на то что все сложится удачно для нас так как у нас на сегодняшний день 16 выпускников 2003 года это все местные ребята это кировские ребята кирово-чапецкие ребята с которыми мы давно работаем мы давно знаем и конечно хотелось бы и они готовы и они имеют большое желание продолжить свою карьеру уже на профессиональном уровне в молодежной команде и конечно хотят это сделать в родных в родной области в родном городе ну и немножко забегая вперед ребята достаточно обученная подготовленная что подтверждает тем что есть на них спрос есть на них интерес от других клубов и конечно мы хотим как можно быстрее решить нашу проблему так как ребят все сложнее и сложнее здесь удерживать и сохранять если какие-то может быть наметки в этом отношении в плане возвращения олимпий именно в структуру молодежного хоккея я еще раз повторю ко мне нам как тренерскому штабу поставлена задача продолжение подготовки поставлена задача проведения просмотровых сборов и ближайшее ближайшее время это 23 и 24 апреля это того выезд на товарищеские матчи с одной из команды на мхл показ какой не буду говорить я не случайно вас спросил про выводы потому что мы с вами беседуем буквально в вашем перерыве между утренней тренировкой и дневной тренировкой казалось бы сезон для олимпий уже закончен но тем не менее ваша команда ваши ребята продолжают тренировки то есть что сейчас отрабатываете на что делаете упор может быть уже кого-то просматриваете на дальнейшую перспективу работаете первую очередь весна это не время отдыхать тем более для молодых хоккеистов для юниоров им нужно развиваться им нужно добавлять и для перехода на более высокий уровень и в техническом оснащении и физическом физических кондициях поэтому в первую очередь поставлен упор на объем катания на технические моменты технические нюансы и на физику физику мы повышаем уровень физической подготовленности ребят и мышечная масса и скоростные качества и выносливость то есть наша задача подготовить ребят на более на переход на более высокий уровень ну и также подключаются в тренировочный процесс младшие младшие ребята посмотреть познакомиться с ними это воспитанники нашей школы это местные ребята ребята 2005 и 2006 годов рождения главная задача вот этих просмотровых сборов и грядущих товарищеских матчей посмотреть как можно больше человек или выбрать из них там 15-20 человек которые будут уже готовиться к сезону дальнейшем основная задача выезда это проверка своих сил посмотреть кто из ребят готов справляться с теми скоростями с теми ребятами более старшими ребятами на более высоком уровне то есть посмотреть себя с точки зрения просмотровых сборов которые начнутся чуть позже сегодняшний мой я уже сказал мы работаем с местными ребятами с нашими ребятами это наверное обычная практика есть несколько так называемых волн первая волна вторая волна просмотровых через которые нужно пройти и чем раньше мы это начнем тем легче нам будет на предсезонных сборах дабы не повторять тех проблем тех ошибок которые произошли в девятнадцатом году когда сборы проходили одни ребята в сезоне играли другие ребята мы конечно хотим начать как можно раньше получается вот эти просмотровые сборы это начало подготовки команды вне зависимости от того где она будет выступать либо в юхл либо уже в первенстве нмхл в любом случае подготовка такая необходимо и нужна и чем раньше мы ее начнем тем эффективнее и удачнее должны провести сезон опять же по поводу команды мхл вопрос больше не ко мне больше к руководству клуба я бы не хотел комментировать на сегодняшнем этапе но нам поставлена задача для просмотров для просмотров ребят и безусловно нам необходимо хоть мы и говорим что нас много местных но играть только 2003 годом достаточно проблематично сложно и небольшое точечное усиление более опытными более старшими ребятами но безусловно необходимо ну и хотел бы также сказать что даже те ребята которые у нас были в прошлом сезоне в мхл те кто был на сборах вот у нас алексей сергеевичем они сейчас звонят интересуются многие из них готовы вернуться речь о ребятах которые провели прошлый сезон других командах я правильно понимаю но это ребята которые проходили сборы с командой nmhl олимпия в этом году и после летних наших всех проблем они перешли в другие команды и сезон провели других командах молодежной лиги а кстати как провели они сезон в других командах насколько вот та подготовка предсезонная которую не проводили с вами помогла им я считаю что ребята выступили удачно на лидерские позиции в реври вышли ребята в липецке которые у нас уехала большая группа ребят липецки так например там павел павел гришин данил прохоров они в списках лучших бомбардиров вообще всей лиги считаю что неплохо провели сезон свой у ребят в металлурге серове несколько ребят у нас сюда уехала достаточно успешно я считаю что провел дамир зимогулов сезон в глазовском прогрессе наверное проблем испытал только рома козулин в твери но это вратарская специфика это достаточно сложная история с немножко другая давайте вернемся немножко к сборам именно в чепецке сборы проводятся что не секрет что именно кирово-чепецки является у нас такой основной кузнецей кадров для хоккея с шайбой насколько к этим сборам будут привлекаться не только чепецки но и кировские ребята то есть упор в какую-то сторону будет делаться или победит скажем так пройдут сборы сильнейшие нет мы еще работая с кардаком валерий николаевичем на 2003 годе никогда не делили и ребятам об этом говорили что не надо делить на кировских на кирово-чепецких у нас одна команда мы все идем в одном направлении и безусловно здесь только спортивный отбор спортивный принцип конечно есть вопросы есть момента что ребята 11 классники у ребят сложный жизненный выбор то есть некоторые ребята пойдут учиться нам уже некоторые об этом сказали что сделали выбор в пользу учебы в пользу определенных университетов мы их уважаемых выбор безусловно это важный момент но большинство ребят как я уже сказал хотят продолжать свою карьеру на профессиональном уровне и хотят попасть состав местной нашей команды местной олимпии поэтому наша задача приложить все усилия чтобы команда была жила выступала наверное один из последних вопросов чем дальше займется команда то есть когда пройдут просмотровые сборы конец апреля и дальнейшие планы на самом деле все зависит от ситуации опять же возвращаясь ситуации с хоккейным клубом я уже сказал по поводу сборов по поводу просмотров мы не хотим и ни в коем случае не будем брать ребят такого же уровня как у нас нам нужны только ребяток для усиления чем меньше их будет тем лучше мы хотим по максимуму завести местных ребят в команду поэтому я думаю что до середины мая а возможно и до конца мая мы будем тренироваться продолжать подготовку продолжать работу поэтому работаем как говорится штатном режиме давайте будем с вами завершать программу и лично от меня пожелание к вам чтобы мы здесь в следующий раз с вами встретились но вы уже здесь присутствовали не как тренер юниорской хоккейной команды олимпия как тренер молодежной хоккейной команды олимпия чтобы и вы и ваша команда пошла на повышение и соответственно представляла наш регион уже в структуре молодежного хоккея позвольте от себя такое пожелание вам высказать вам и вашей команде спасибо спасибо вам большое напомню что в эфире программы на спорте был главный тренер юниорской хоккейной команды олимпия юрий култынов меня зовут антон богудин большое спасибо до свидания до свидания